Банки одобрили лишь половину заявок на зарплатные кредиты под 0% от пермских предприятий. Это следует из доклада главы регионального Минэка Максима Колесникова, озвученного на экономическом штабе. Всего по данным на 15 мая было подано почти 1400 заявок на 2 миллиарда рублей, удовлетворено только на 1 миллиард. Наибольшее количество обращений поступило по реструктуризации кредитов, почти 6500 на 6 миллиардов. Одобрили 5500 на 5 миллиардов рублей. На кредитные каникулы заявилось 2000 предпринимателей, одобрение получили 1400. Это что касается финансовых мер поддержки от Федерации. Гранты на сохранение занятости и оплату труда также оказались востребованы. Всего было подано более 9000 заявлений. По данным на 18 мая выплачено уже 123 миллиона рублей. Если говорить о региональных мерах поддержки, то наибольшей популярностью пользуются опять же прямые выплаты тем, кто трудился в пострадавших отраслях. Начинаются выплаты по 15 тысяч рублей сотрудникам этих организаций. По состоянию на 19 мая 2020 года поступило заявка от 253 организаций на 1940 человек. Уже утверждены выплаты порядка 14 миллионов рублей. Следующее направление региональных финансовых мер поддержки – это льготное финансирование субъектов малого и среднего бизнеса по 3% годовых. По состоянию на 18 мая подано 13 заявок на общую сумму 27 миллионов рублей. Большая часть поданных заявок поступила от субъектов МСП и сферы розыщенной торговли и продовольственной товаре. Муниципалитеты также включаются в работу. У них есть возможность предоставлять отсрочку арендной платы за пользование имуществом. Из 46 муниципальных образований в 32 приняли соответствующую нормативку и 12 уже предоставили отсрочку. Ну и обсудим эту тему с экспертом на связи со студией Елена Зуева, доцент высшей школы экономики в Перми. Елена Львовна, приветствую вас. Добрый день. Первый вопрос, он такого общего характера будет. Продлили у нас режим самоизоляции до 8 июня, ну то бишь на две с лишним недели еще. Вот на ваш взгляд, если в целом посмотреть на ситуацию, каким это последствиям приведет? Что это за собой несет? Ну, во-первых, наш губернатор сказал, что это не обязательно до 8 июня. Мы будем смотреть по ходу событий. Если обнаружится, что реально на плато мы вышли, то вполне может что-нибудь и измениться до 8 июня. Но, в принципе, что я вам могу сказать? Как во всей стране, так и в нашем регионе последствия тяжелые. Количество безработных будет увеличиваться, региональный валовый продукт будет падать. В общем, никаких хороших последствий от всего этого нет. Кроме одного, может быть, это убережет нас от более массового заболевания этим вирусом. Все. Ну, в то же время, возможно, вы со мной согласитесь, возможно, нет. Многие предприятия ведь уже работают. У нас за скобками остается, ну, понятно, общепит, понятно, это торговые центры и еще ряд там сфер отраслей. В целом-то ведь получается, ну, может быть, основной сегмент уже как-то сберегли от такого критичного падения или нет? Ну, вообще-то крупный бизнес работает. Ему тоже не очень сладко, потому что с комплектующими, с сырьем, с материалами проблемы, с импортом проблемы. Но, тем не менее, все-таки крупный бизнес работает. То, что разрешили открыться парикмахерским, ну, это очень немного. Это хорошо, слава богу, люди работают при соблюдении каких-то правил все равно. Вот, ну, в основном, основная масса людей все-таки вне этого контекста не вышли на работу. Ну, как работали, так и работают образовательные учреждения, конечно, учреждения здравоохранения, государственные, не частные. Вот, работают чиновники, несмотря на то, что часть, огромная часть этой работы, это работа удаленная, но все-таки работают. Вот, Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края сегодня в рамках экономического штаба представили то, каким образом реализуются меры поддержки в цифрах именно в рамках Пермского края. Вот, хотелось бы от вас какую-то оценку сейчас конкретно по федеральным мерам поддержки. Вот, какие себя показали, на ваш взгляд, наиболее востребованными? Вот, какие, оказалось, может быть, чуть сложнее получить? Ну, вот, самые востребованные меры, это те меры поддержки, которые оказывают население. То, что сейчас 10 тысяч рублей выделяется на детей, это, вы видите, просто обвалили сайт госуслуг, настолько это востребованная мера. Есть и другие. Что касается бизнеса, ну, конечно, все хорошо, все, что освобождается там, льготы какие-то даются, освобождается от платежей на какое-то время. Но востребованность недостаточная. Вот та таблица Минека, о которой вы сейчас упомянули, в этой таблице неблагоприятные такие показатели. То есть, очень немного предпринимателей реально воспользовались этими мерами поддержки. Почему? Ну, кто-то просто не подает заявку, потому что не проходит по параметрам. Какие-то заявки не удовлетворяются, потому что их рассматривают, и это индивидуальная работа с каждой заявкой. Ну, и в результате мы не получаем вот того эффекта, который мы хотели бы получить. Ну, вот в этой связи тоже отмечу, многие эксперты об этом говорили, еще до нашего с вами, естественно, разговора. Кредит на выплату заработной платы по ставке 0%, в принципе, этой мере предрекали, ну, самую высокую популярность среди всех мер поддержки. Не считая, может быть, там, конкретных выплат в размере МРОД. Вот, но, по крайней мере, в нашем регионе из 1384 заявок удовлетворена только половина. Ну, вот как-то так получается. Да, потому что это не просто вот так берут и раздают деньги, это рассматривается, каждая заявка по всем параметрам. Не получается вот так просто брать и раздавать деньги. Но вместе с тем, посмотрите, то, что касается сохранения занятости, оплаты труда, я так понимаю, речь как раз о вот этих выплатах МРОД. 123 миллиона уже выплатили, и это коснулось более 9 тысяч заявлений. А вот все так, когда идут просто натуральные деньги, выдаются натуральные деньги, это самый простой способ дойти до конкретных людей, до конкретных предприятий. А если это льготы, если это меры поддержки, которые действуют как бы с отдалением по времени, то это не получается вот так вот напрямую отрегулировать этот вопрос. Ну вот и, следовательно, поговорим про региональные меры поддержки. Здесь данные есть не по многим, но тем не менее. Количество предприятий, которые получили вот эти вот 15 тысяч на сотрудников пострадавших отраслях, 1042 предприятия. Но при этом количество работников, если я все правильно выписал, 122 всего. Сумма 3 миллиона. Наверное, вкупе с федеральными мерами поддержки, это в целом ведь неплохая история. Нет-нет, у нас вообще очень неплохо работает наш региональный оперативный штаб и наше правительство. И очень прислушивается, что мне больше всего нравится, я сегодня смотрела заседание правительства, прислушивается к мнениям общественных организаций, подключаются какие-то новые пласты тех, кому будет оказываться помощь, сейчас прорабатывается помощь НКО, например, социальным организациям. Это все очень непросто, но работа идет в достаточно высоком темпе, потому что это надо сегодня и сейчас, и никогда не будет. Вот как раз в этом контексте сегодня, если я не ошибаюсь, представитель деловой России говорил о том, что есть ряд отраслей, которые никаким образом не попали в список пострадавших. В общем, каким-либо вниманием их обделили. Речь идет об IT, аудите и, в частности, отношении арендаторов и арендодателей, но со стороны арендодателей. Потому что, насколько я помню, их сегодня со всех сторон чуть-чуть поджимают. И вот последний законопроект Госдума приняла в первом чтении, может, уже дальше пошла эта история, о том, что арендаторы могут сами по своей инициативе в одностороннем порядке расторгать договоры без каких-либо пений, штрафов и так далее. Вот практика-то показывает, что пандемия, она касается вообще всех, и не только какой-то конкретный список пострадавших отраслей. Ну, вообще, список будет дополняться, наверное, еще очень долго, потому что прибавляется все новое и новое. Пострадавшие у кого-то была какая-то подушка безопасности, она закончилась. Да, аудит, я думаю, выйдет из этой ситуации, но это будет только осенью. Что касается IT-компаний, видите, тут одна сторона вопроса, что IT-коммуникации сейчас просто взлетели, да, есть IT-компании, которые пострадали, у них нет заказов. Вот, им нужна, конечно, помощь. Что касается арендодателей, эта история очень тяжелая, потому что все льготы, которые предоставляются, не предоставляются арендаторам. Вот, поэтому помощь арендодателю, мне кажется, нужна прямая материальная помощь. Просто здесь вот, не берусь судить, но мне показалось, что какой-то перекос возник в сторону как раз-таки арендаторов. Вот их со всех сторон вроде бы к ним подошли, какую-то меру поддержки оказали, а арендодатели оказались не у дел. Ну, я полностью соглашаюсь, но дело в том, что арендаторы просто не могут платить аренду. Вот все так примитивно, у них нечем платить аренду, поэтому им идут навстречу, все равно они заплатят. А вот что касается арендодателей, я считаю, что им, да, нужна поддержка. Вот, ну и последний вопрос. Тоже одна из инициатив сегодня прозвучала, хотя речь о ней шла достаточно давно. От Олега Жданова, президента ТПП, речь идет о некотором восстановлении, что ли, рынка общепита. То есть городу предложено найти какие-то площадки, разработать проекты под эти площадки, чтобы туда уже впускать общепит. Ну, честно говоря, вот в данном контексте я пока не совсем понимаю, как это можно организовать. То есть желающих-то ведь, ну, я думаю, вы со мной согласитесь, будет достаточно много. Желающих будет много, а у людей денег мало. Я думаю, что это может быть и хорошо, может быть и надо им разрешить. Но дело в том, что в условиях самоограничения, в условиях, когда надо делать это социальное расстояние в полтора метра, ну как, ну, даже если это на улице, полтора метра вы не обеспечите. Вот. Но я думаю, что восстановление общепита пойдет только тогда, когда люди выйдут на работу. И когда можно будет обслуживать работающих. Я думаю, что здесь могут быть новые проекты, новые варианты обслуживания. Доставлять, например, в офисы горячую еду, там, еще что-то. То есть вообще надо менять маркетинг, видимо, надо менять свои формы взаимодействия с потребителем. Но это вопрос уже будущего времени, когда люди выйдут на работу. Мы ничего с вами всерьез не изменим, пока люди не выйдут на работу. Вот, к сожалению, это так. Елена Львовна, огромное спасибо вам за то, что поделились своим мнением. Елена Зуева, доцент в высшей школе экономики в Перми, была на связи со студией.